здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас гостях гость необычный с одной стороны регалии которых мы поговорим вполне себе спортивные и ноги наверное могут такими регалиями похвастаться с другой стороны человек абсолютно уникальный вы все увидите все поймете я приветствую нашей студии председателя raw rosmall спорт московской области председателя федерации силового экстрима по московской области рекордсмена сергея агаджаняна здравствуйте сервисе ну вот слова рекордсмен давайте сразу выкладывайте по каким видам какие рекорды помимо вот этих вот тех которые мы припасем на некоторое время чем вообще занимались и видимо все связано с силовыми какими-то видами безусловно я хотел бы сразу отметить что силовой экстрим является королем силовых видов спорта и не только силовых видов спорта часто приходит в силовый экстрим не только из тяжелой атлетики пауэрлифтинг это силовой троеборья но в том числе из кроссфита более такого динамичного вида спорта даже из бокса если говорить о спортивных каких-то регалиях у них немного я себе считаю вообще пропагандистом зож по-хорошему помпуляризатором здорового образа жизни не беру на себя каких-то там больших званий у меня скажем есть если заслуги то в боксе кикбоксинга у меня были разряды я был кмс когда-то о боксу дайте себе чуть-чуть нормально разряды по гребли на байдарке немножко теннис гиревой спорт но как советское время как ребенок который рос и подросток мы занимались много какими видами спорта так что есть что показать конечно и уже то что мы видим сейчас по факту рекордов это общая физическая подготовка потому что все трюки которые делаю требуют именно силовой выносливости это не какой-то допустим поднимание только тяжести нельзя что сказать что за счет этого только я делал какие-то допустим номера по трак полу трак полу то буксировка мы сейчас обсудим то есть чтобы наши зрители понимали сергей это необычные сегодня у нас рекордсмен необычный тяжеловес можно же так сможет да вот это человек который занимается уникальными вещами был такой когда-то фильм я помню трюкач на там речь шла дублерах в данном случае есть трюки трюки которые связаны вот с этими фантастическими возможностями силовыми возможностями человека вот вы сами сказали что только за вашими плечами сколько всего получается что вот эти традиционные виды спорта потом когда человек на каком-то этапе но у него стоит дилемма либо он все завершает уходит там на тренерскую работу или вообще со спортом расстается но ведет при это может быть здорово образы а некоторые нездоровые ведут а другие ищут какой-то новый способ да ну например фигурное катание у нас огромное количество знаменитых людей да они придумали такую для себя историю связанным следовым шоу и потом уже будучи не не профессионалами с точки зрения нынешнего современного выступления в олимпиадах и так далее они катают вот эти программы по стране и все помнят и знают вы тоже пошли в сторону развлечений можно ли это назвать развлечением или здесь какая-то другая логика вы знаете я пошел в частности по пути наверное развития в том числе вот тех трендов о которых вы говорите отчасти можно назвать и развлечением для кого-то со стороны но это больше на вовлечении в спорт потому что основная у меня задач как прежде всего общественника на первом месте это чтобы население молодое население нашей страны и городского круга люберцы занималась спортом не обязательно силовым экстримом я допустим против чтобы человек не подготовленные делки это похожие трюки вы правильно отметили те трюки без бравады скажу которые я делаю даже силовом экстриме иногда называют безумием к этому надо готовиться допустим как последнему рекорду мировому я готовился 7 месяцев уже имея за плечами три официальных рекорда и восемь неофициальных ну то есть это работал уж втором актическая работа и это но пресни и прелесть в том что она такая точечная индивидуальная мы об этом поговорим наверно надо было начать нашу программу с момента почему у нас на столе грелка ты лежит грелка лежит не потому что кому-то здесь плохо сможет стать грелку мы вам чуть чуть позже покажем есть у нас тут такая это специально такая замануха вот для вас для наших зрителей потому что коль к нам пришел не просто сергей гаджанян а человек который занимается силовым экстримом и занимается трюками силовыми которые в общем-то ну кто-то делает кто-то подобное делает там всегда это очень индивидуально вот про то что перетаскивают троллейбус паровоз я тоже в цирке когда-то видел ты перетягивали ну машину по моему просто перетягивали ну вроде бы как то есть это многие умеют можно так сказать но вот как это делать с конкретной истории и за что например здесь лежит огромный сертификат мы чуть чуть позже вам расскажем то есть вот такой у меня анонс почему потому что я хочу чтобы досмотрели программу до конца но вернемся к вам когда мальчик сергей вдруг начал заниматься спортом то есть как вы пришли в итоге вот к этому силовому своему состоянию ну как я сказал ранее я в детстве как все дети той эпохи но никто не бил я постоянно когда обидел кто-то да все я иду в бог безусловно безусловно мотивацию меня давала в детстве конечно обижали били как многие большие люди да я был очень добрый всегда и сталкивался с большой проблемой в боксе потом кикбоксинге поскольку я занимался уже на переломе эпох советского союза не стало появился модный кикбоксинг жан-клод ван дам чак норрис основатель кикбоксинга нас каратисты боксеров учили как правильно поднимать ноги и так далее много было моментов связанных с тем что я получал штрафные очки как боксер я очень любил руками потом ногами но пришел именно в этот ударный вид спорта я именно из-за того что меня обижали вы угадали да но это частая причина у многих спортсменов а когда вы почувствовали что ну во первых смотрите на сумасшедшая мотивация обидчиков наказали в итоге нет или уже нет ни на этого я стал мудрее спасибо большое моим тренерам а это были мастера спорта советского союза сейчас уже нет у моего тренера первого это ромашка станислав гаврилович он также был выдающимся тренером по борьбе тогда в ту эпоху такое бывало что человек был одновременно в одном виде спорта и в другом и то есть я и занимался также борьбой элементы кита до сих пор помню еще то есть у вас получается вообще все что связано бокс плюс кикбокс плюс борьба и плюс силовой экстрим то есть вы просто силачку есть такое слово сила это мне кажется будет перебор я просто человек который поддерживает форму регулярно занимает спортом я категорически против когда иногда пишут ради скажем так одного новомодного слова pr можно позволить когда называют об сергей агаджинян по прозвищу русский халк да это какой-то образ но это больше образ скажу так для того чтобы молодежь имела какой-то скажем вектор на кого можно было бы равняться не обязательно быть русским халком или главное быть примером для кого-то вас есть желание с одной стороны то что активирует до за мотивировать до самой стороны понятно что нельзя делать эти трюки неподготовленными но вот ведь отчасти это очень похоже на фокусы только такие очень серьезные и связанные с человеческим здоровьем с другой стороны человеку так посмотрит увидит посмотрим что он такой худенький там да и вдруг ему захочется да потихонечку постепенно изменить свою жизнь я так понимаю что вы тогда свою жизнь изменили изменил безусловно и пошли в другом направлении пошел в другом направлении самое главное скажу в том состояла что я не научился там драться или набрал хорошую физическую форму я осознал что не надо мстить надо развиваться я пошел в сторону развития к чему и призываю вообще молодежь в сторону развития гуманитарных сферах не обязательно именно в спорте я все-таки как консерватор в этом скажу так консервативный я могу сказать что здоровом теле здоровый дух для меня однозначно это аксиома поэтому я считаю что имея какой-то фундамент как сосуд да этот сосуд если крепкий прочный он может воспринимать себя какой-то целостную духовную информацию понят но тут сразу возникает вопрос только вы не обижаете да да а считается что когда человек начинает но это при футболист работает ногами да некоторые работают там главного больше ногами значит смысл в том что вот смотришь там чемпионат а я был еще даже на каком-то советском чемпионате по тяжелой атлетике смотришь да задача вроде бы просто надо справиться с вот этим вот огромным инструментом под названием там и за гиря вот так далее иногда возникает что тут особого тумане надо тут сила нужно ну то есть под накопил как-то правильно выбрал позицию так далее вот развитие этот миф я могу абсолютно его развитие что касается силового экстрима но без ума здесь можно действительно получить большое количество травмы и не даром как я говорил до этого это король силовых видов спорта если прийти без базы физической скажем и без мышления спортивного есть полы спортсмен к сожалению в регионах я их не буду называть после установки в том числе моих рекордов они пытаются их побить и вот как раз кого не подходит нерационально к любому рекорду трюку они просто получают травмы иногда которые делают их инвалидами поэтому в любом виде спорта в боксе в борьбе в тяжелой атлетике в том числе силам экстриме когда есть определенная скажем помимо мотивации естественно степень рационального мышления и личность любом случае развивается а вы боитесь что ваш рекорд кто-то побил нет абсолютно я отношусь к ним философски сразу скажу это определенная для меня изначально рекорды как непрофессионального спортсмена я только вот наверно последние полгода уже в солидном возрасте могу сказать что ру тренируюсь под руководством профессионального тренера президента федерации лог стрима которого называет в мире экстрима тренер чемпионов успел большое количество я предлагаю начале второй части вы нам расскажите что вообще такой экстрим что туда входят какие варианты но завершая первое наше отделение я хочу показать вот такой вот фантастический сертификат сделал он кстати тоже тяжелый видимо воспринято что все должно чувствовать да 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 чтобы все чувствовать вот я зачитаю буксировка за собой ми 26 тяжелого многоцелевого транспортного вертолета вес 40 и 5 десятых тонн дистанция 17 метров прикинули да сразу все время 42 секунды то есть правильно я понимаю что вы сергей гаджанян взяли и от буксировали ми 26 весом 40 и 5 десятых тонн на 17 метров за 42 секунды это верно совершенно верно а как и со второй попытки единственная хотел бы отметить а как это пол как это вообще возможно он расскажите мне во первых как должно прийти в голову потом прицепиться к этому монстру и тянуть и но скажу что тут в первую очередь конечно играет роль опыт если бы я не какой-то опыт уже силовом экстриме хотя я часто отмечаю что любитель хотя федерации силовых стримов которые я уже практически работаю на общественных началах второй год считает что я уже профессионал вот к вертолету я уже подошел как профессионал по двум дисциплинам которые люблю делать помимо тракпол это буксировка я также притягиваю еще руками транспорт а то есть к себе да поэтому здесь работала команда уже из тренеров я получал консультации то есть что касается тренировок что касается тренировок самим транспортным средством они тоже были то есть это большой труд потому что задача была амбициозная конечно хотелось заявить федерация хотелось как общественнику показать что это возможно да как вы правильно сказали молодым людям прежде всего что бы они мотивировались не только в спорте чтобы они те задачи которые ставят жизни они понимали что зависит на многом от их мотивация от их желания идти к своей цели понятно вот давайте мы здесь поставим точку и вот с этого замечательного сертификата сертификат между прочим рекорд мира мы начнем вторую часть нашей программы и как раз расскажите что вы притягиваете что вы оттягиваете что вы буксируете ну и конечно главное как говорят сейчас фишка нашего сегодняшнего разговора это грелка а почему главное смотрите во второй части напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко на в нашей программе сегодня председатель раосмолл спорт московской области председатель федерации силового экстрима по московской области сергей агаджанян и вот напомню что мы завершили первую часть нашей программы когда я вам показывал вот такой вот сертификат рекордов мира когда ми-26 вертолет был от буксирована нашим гостем на 17 метров вес этого вертолетика всего-то на всего сорок с половиной тонн вот и все все это время необходимо для этого потратил наш гость всего 42 секунды рекорд мира что за рекорд мира то вот этот подписал сертификат с большим удовольствием объясню что я выполнил рекорд по одной из дисциплин силовой экстрима которых около 40 если говорить о силом экстриме она является самой зрелищной сама популярная называется буксировка либо на англоязычный манер трак пол чего-то большого то есть до перетягивания в данном случае если брать категорию транспортных средств и есть разграничение все-таки есть колесная техника допустим до наземная есть авиа техника и отличается принципиально и следят железнодорожную там то наш совсем другой вы понимаете из-за физики передвижения хоть мои коллеги надо лукавит конечно по рельсам проще двигать но в том числе в многотонный транспорт иногда не амбана кота мне пишут иногда люди мы работаем железной дороги что вы там рассказываете мы тянем большие средства фишкой этого рекорда заключается в том что я не использовал при перетягивании этого транспортного средства лестницы которые часто мои коллеги прибивают к поверхности чтобы перемещаться чтобы снять с места это самый трудный процесс именно даже в той весовой категории которой нахожусь часто ряд но ты же тяжелый да фактически если есть лестница этот некая . совершенно верно и там работает весь организм вы можете перебирая руками и ногами переходить перемещаться и придавайте за счет каната я использовал только канат но если говорить о канате то я воспользую только для срыва транспорта дальше когда начинается движение я беру в руки вот грелку это моя фишка я в данном случае совмещаю этим трюкам два вида экстрима сценический и спортивный разрушение приветов относится к сценическому экстриму то что мы перемещаем к спортивному и это наверно как сказали зарубежные корреспонденты фишка которая использует впервые в мире очень понравилось то есть он 2 не тяжелее я перемещаю еще и дую грелку чтобы разорвать но дуете вы так за счет того что вы перемещаете или это но что вы когда человек и вы понимаете на вдох выдох до вдох выдох вы когда перемещать любой транспорт даже кто-то говорит я толкал машину это не очень тяжело понятно понимаю что машина если даже тяжело вести среднем около двух тонн также зависит вы ли у ли у машины накачаны скажем колеса но если говорить о вертолете то это транспорт который относится авиатранспорту один из самых неудобных давление шасси и допустим у самолета который я перемещал в казани этот рекорд был резонансным стоп был посвящен столетию татарской автономной советской республики а я перетягивал всего лишь пассажирский самолет хотя тоже он имел свои неудобства помимо тоннажа вот часто оппыватели интересуют тоннаж какой никто не учитывает фюзеляж площадь ветровую нагрузку ветер надул 13 метров в секунду меня сносило буквально назад я чувствую как меня смещает самолет а он был всего лишь 16 с копейками тонн потому что горючее не было дозаправлено это аналог суперджета нашего я и я и я тянул по ходу грелки там три штуки очень понравилось там давление шасси было 15 атмосфер то есть более-менее упругие колеса но их снять чтобы пристроиться к этому рекорду трюку я прожил в казани несколько дней и честно скажу я погибал на тренировках вот здесь гораздо тяжелее здесь у нашего вертолета давление я скажу сразу для сравнения 15 а здесь шесть с половиной это спущенные колеса автомобиля возникает главный вопрос может быть это тайна как у опять же у фокусника волшебника нами даже правильно сказать что работает то при этом как как организм я лось если включить логику то наверное сдвинуть можно все ну или почти все но как работает чем вы двигаете как от где сила берется где это журчика . для того чтобы сорвать транспорт нужно иметь скажу как есть сильная мышцы спины и рук и рука это в начальный момент в последующем когда транспорт начинает перемещаться многое зависит от того поддержит он инерцию или нет в данном случае вертолет относится к тем видам транспорта как и самолет впрочем который не поддержит инерцию приходится двигать или он тормозит совершенно верно он грузнит по ходу движения в этом плане очень сложно одновременно давать грелку и мне самое главное было сохранить инерцию чтобы я мог напрягая ноги понимаете сохранить ту необходимую траекторию чтобы успеть надуть до разрыва грелку вот я поставил такую задачу хотя бы мог просто переместить это тоже был бы рекорд а грелку надувать это вы придумали ли это совместить два вида вот этих видов экстрима была моя фишка если относитесь к сложностям вертолета еще можно отметить что у него центр тяжести фюзеля же приходится на заднюю часть если вы не обзорить его немножко у него задран носа и как сорвать его с места вот это было самое сложное кстати из этого мне было две попытки как раз те кто присутствовал не увидели а что вы чувствуете когда пошел естественно приподнимать настроение могу сразу сказать что в процессе выполнения трюка я как и многие спортсмены в экстриме не только в экстриме мы входим в измененное состояние безусловно когда я разогреваюсь делаю надо даже важно чтобы это было не одна две три попытки организм начинает работать на пределе такой еще вопрос ну вот расскажите нам силовой экстрим какие еще варианты там существуют а потом уже по приближаемся грелки грелка будет сегодня как вы уже наверное догадались реально в нашей студии надуваться так а какие вот есть перетаскивание дисциплины вам расскажу на самые популярные которые используются спортивно силам экстриме я бывает бываю критикуем и как профессионалами в этой любителями атлетами почему вот я не занимаюсь либо не выступаю я являюсь на сегодняшний момент организатором турниров довольно таки приличного уровня у нас 29 числа вот состоится мероприятие регионального масштаба это открытое первенство по силовому экстриму и победили сможет представлять россию на чемпионате мира среди любителей следующего в следующем году в соединенных штатах америки и там вот дисциплины я перечислю это самый стандартный это если простым языком говорить нужно перенести чемоданы фермера есть такие чемоданчики установки скажем так спортивные агрегаты на которые вешаются диски каждый вот такой агрегат в руке спортсмена весит 120 килограмм нужно с ним пробежать на время выставите на 20 метров поставить после этого можно сделать еще какое-то упражнение допустим поднять гантельку весом 70 килограмм вот я могу сказать о гантельной эстафете у нас будет вот на нашем турнире гантельная эстафета мера самое зрелищное что может быть в данном виде скажем мероприятие потому что включает себя какие виды допустим свой атлет берет поднимать 70 килограмм кладет вот эту гантельку поднимает 80 90 100 и 110 для обывателя это невероятно правда но тут безусловно есть момент на тренированности понятно а какие еще есть виды перенос коромысла это часто люди наверно видели еще времена бытность владимир евгеньевича турчинского когда спортсмены действительно как коромысла несут большую установку которую также нагружается дисками вес такого коромысла от 320 до 400 килограмм и атлеты они бегут с ним на время это самые популярные которых мы говорим притягивания также веса руками не сидя на покрышке но вот основные основные хорошо мы переходим переходим сейчас к нашему трюку который завершит нашу программу и единственно что вспомнил в армии повезло в кавычках перетягивать военные ящики и там лежала значит и снаряд которого с одной стороны 10 килограмм а с другой 120 и естественно старослужащий становился там где 10 а мы там где вот 120 там тянули но может быть не 120 меньше так что я сейчас почему-то вспомнил вот свои силовые потуги и так друзья что сейчас будет происходить нас будет трюк который называется как относится к сценическому силам экстрима нового скажем так профессионал играть нельзя разделять экстрим на сценический либо спортивно это все называется стронгмен но скажем или трюки силачей можем по-другому объяснить надувая сразу отмечу грелки многие спортсмены не обязательно и силах и до спорта это распространенная фишка многих но если говорить о грелках частности в прошлом году я поставил и по ним рекорд мировой надув память владимира единича турчинского 25 грелок подряд до разрыва за 12 минут вот это было сделать сложно но сегодня у нас будет одна грелка я конечно в предвкушении надеюсь что студия наша не исчезнет после того как грелка вот ну давайте посмотрим как это делать что мы только зрители да ну да ничего не поможем поехали а пах все ну честно говоря порвал как тузе грех подоконник как не скажет сергей сколько таких уже было несчастных грелок погибших вы знаете когда я готовился к рекорда которым говорил память и турчинского мне надо было надуть 25 но поскольку вы понимаете бывает кондиция разная надо было среднем надувать по 10 грелок вот до именно сама рекорда практически день через день вы представите какая нагрузка шла колоссальная сумасы наверное но бесчисленное количество тысячи грелок наверно но последний вопрос оставил бабушек без грелок вот в городском круге люберца они я думаю что мы найдем если надо еще последний вопрос вы говорили о том что вы как бы это такой знак молодым ребятам чтобы они до становились здоровыми так далее а вам никогда не было страшно делать эти трюки что вас мобилизует но скажу мне были травмы одна травма очень серьезная когда я начал вообще делать трюковой часть отличие основное от фокусов о которых мы говорим фокус это все-таки иллюзия да а если иллюзия нет это по-настоящему и если брать какие-то трюки я приведу сразу допустим рекорд казани единственно почему и рекорды называть трюками потому что я совмещаю к допустим грелку с перемещением примерно так это что ни на есть большая максимальная нагрузка вот мы там для журналистов специально клали уровень еще на котором стоит самолет вот мне для того чтобы тянуть так сложились обстоятельства пришлось тянуть и срывать самолет под отрицательный угол вы понимаете дни на горку но чуть-чуть под горку это к вопросу является ли это фокусом либо трюкам то есть часто мы идем скажем так на компромисс со своим здоровьем где-то рискуем безусловно хоть есть эффект на тренированности все это не детские игрушки и это сделать сложно но нам это нравится но поскольку вам это нравится мы это делаем и призываем вас вести здоровый образ жизни выходить на улицу гулять чаще дышать воздухом не обязательно для этого брать с собой грелки рвать их да а если вам действительно захочется заниматься силовым экстримом то они могут эти люди обратиться к я могу сказать да что заниматься силам экстримом для этого необходимо хорошая физическая подготовка функциональной тренировки в люберцах уже около полугода с легкой руки главы городского круга люберцова не петровича ружицкого чему очень благодарны иногда даже я думал один петрович не обидится я федерацию называю его имени который находится у нас здесь областная региональная федерация имеет три локации это дворе спорта триумф где спортсмены осуществляют функциональный тренинг зал тяжелой атлетики в декад цокольный этаж и третья в самая важная локация стадион урожая где у нас собрано оборудование которое можно заниматься так что можно попробовать приходите огромное вам спасибо председатель росмолспорт московской области председатель федерации силового экстрима по московской области сергей агаджанян который сегодня на ваших глазах с любовью но все-таки разделался с грелкой напомню что он одновременно когда это было совсем давно 24 мая 2021 года буксировал тяжелый многоцелевой транспортный вертолет ми 26 который весит 40 и 5 десятых тонн на 17 метров и при этом он еще надувал вот такую грелку то есть мы чай вертолет мы не смогли в студию для притащить поэтому мы остановились на вилке огромное вам спасибо вы удивительный человек я желаю вам удачи вот ну а всем вам задуматься над тем что возможности человека фантастичны с вами был николай пивненко это была программа открытый диалог до свидания а